На Судам надвигается голод, переживший гражданскую вину, рассказывают о убийствах, уличных казнях и изнасилованиях. Представители Организации Объединенных Наций заявили, что конфликт вверх страну в один из худших гуманитарных кошмаров в новейшей истории и может вызвать в крупнейшем мире голодный кризис. В середине февраля суданская армия вновь захватила город, один из трех расположенных вдоль реки Нил, образующих столицу Судана Хартун. Гражданское население начало возвращаться, но минометные снаряды, подобные тому, как упал посреди главной улицы, по-прежнему падают ежедневно. Почти год армия Судана и силы быстрой поддержки СБП сражается за Хартун и близлежащие города. За последние 11 месяцев более трех миллионов человек покинули Хартун, столицу Судана, но некоторые жители отказываются уезжать, большинство из них пожилые люди. По данным организации Объединенных Наций, 300 тысяч человек были убиты, а изнасилования использовались как оружие мести, как способ запугивания чернокожих африканцев и принуждению их к бедству, сообщает BBC News 20 марта 2024 года. Недавно организация Объединенных Наций в своем докладе заявила, что северная часть сектора Газа может быть охвачена голодом в период середины марта по май. Более 70%, 2,3 миллиона населения Газа сталкиваются с катастрофическим голодом. Мир вам, братья и сестры, христиане! Вот тот всадник, который несет, третий всадник, братья и сестры, который несет бедность, нищету, голод, который вовсю, вот это князь Бесовский и его целая армия бесов, которые будут содействовать этому, которому, которые вовсю будут действовать уже во времена Великой Скорби, но уже сейчас они готовятся, проводят вот эту генеральную репетицию. И кроме того, я говорю вам об этих событиях, чтобы вы понимали, что это тоже еще раз свидетельствует как одно из знамений того, что мы находимся в конце последнего времени. И что вот голод в Судане, мощнейший голод, голод, который приближается, двигается в сектор Газа. Такой голод, такие ужасы, которые, как сказано, представители Организации Объединенных Наций заявили, что конфликт вверг страну в один из худших гуманитарных кошмаров в новейшей истории. И может вызвать крупнейший в мире голодный кризис. Видите? Новые как бы рекорды. И до этого люди знали голод, но это как бы новые рекорды. Поэтому наблюдайте за этими событиями. И, соответственно, понимайте, что мы живем в конце последнего времени, братья и сестры, и еще нужно больше освящаться, чтобы готовиться к восхищению Церкви, которая будет перед Великой Скорбью. И, конечно, молились за этих людей. Кто может, конечно, буквально помочь? Можете помочь этим людям, голодающим. Но здесь опять-таки призываю благоразумие, потому что есть множество разных фондов, которые просто вытягивают с людей деньги. И они собирают вроде бы для голодных Африки, для Судана и так далее. А фактически, если там хотя бы несколько процентов идет туда, голодающим, то это еще хорошо. Множество денег идет по карманам на содержание администрации того или иного фонда. Поэтому в этом будьте благоразумны. Лучше, конечно, если есть возможность, просто помочь, то лично завести или предать надежными людьми. Но если нет такой возможности, то, конечно же, молитесь за таких людей, чтобы Бог им помог. Но и чтобы вот эти страдания, их тоже все-таки, потому что все равно даже земные страдания, это временные страдания, чтобы они дали толчок к покаянию, как мы находили, что в секторе Газа часть арабов приняли христианство. Чтобы этот толчок к принятию христианства, братья и сестры, чтобы те христиане, которые теплые, не стали горячими. Аминь. Аминь.